Сегодня 3 марта 2014 года. Это наш новый проект. Мы начинаем заседание клуба «Гефтер.ру». И сегодня эта встреча проходит в таком составе. Со мной вместе историк, кандидат исторических наук и публицист Василий Жарков и директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. Я Александр Морозов, главный редактор русского журнала. Можно сразу сказать, что 5 марта будет уже следующая встреча. Это будет встреча с Александром Эткиндом и коллегами. Он приезжает из Британии. И дальше мы планируем провести целую серию встреч, цель которых, возможно, для самих себя и, может быть, для тех, кто нас будет смотреть, прояснить немного вопрос о неопределенности будущего, которая теперь, конечно, я говорю о неопределенности, она стала больше, чем до украинского кризиса и до последних изменений во внутренней политике в России. Эта неопределенность будущего затрагивает не только политику, но и культуру, конечно, и взаимоотношения поколений. При этом наши заседания будут строиться, конечно, не как анализ событий, а в первую очередь как анализ языка. Анализ языка или анализ дискурса, как иногда это называют. И сегодняшняя встреча, она такая вводная, как бы, и я хочу, может быть, ее начать с того, чтобы просто назвать некоторые ключевые слова, которые возникли в общественном дискурсе, даже не в специальном поэтическом дискурсе, а в общественном дискурсе на наших глазах буквально последние два месяца. Ну вот простой пример. Скажем, выражение «юго-восток» в отношении Украины ранее не употреблялось в политической журналистике, оно просто не существовало. Существовали какие-то эвфемизмы, скажем, говорящие там «донецкие», например. Но как только начинает употребляться выражение «юго-восток», сразу возникает и новая политическая субъектность, или протосубъектность, возможно, или территориальная субъектность. Еще вчера выражение «народ Крыма» не существовало, а сегодня оно является уже употребляемым в государственных новостях российских и на Майл.РУ в заголовках. Хотя это выражение «народ Крыма» употребляется уже как политическая протосубъектность, которая движется в направлении собственного государства. Точно так же выражение, которое мы слышим сегодня, которое ранее существовало, но оно существовало на какой-то маргинальной периферии. Я имею в виду выражение «священная война с Западом» или «последняя схватка нашей цивилизации с цивилизацией Запада». Корни и корни этой... Это только что произнес, буквально два дня назад, произнес сенатор Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос РИА Новости о том, необходимо ли вторгнуться в Крым. Он ответил однозначно, что конечно, потому что это наша последняя цивилизационная схватка с Западом, и мы не можем ее проиграть. Точно так же есть такие, уже они звучат, это вот они перед нами, такие вещи, как, скажем, такое понятие, как с одной стороны бандеровцы, которое, конечно, очень интересно понять, как оно стремительно вошло в политический язык, уже не для обозначения бандеровцев, или, конкретно в узком смысле слова, националистических организаций определенного типа в Украине, а оно уже вошло в язык как обозначение целого большого общественного настроения в Украине, которое касается не только непосредственно Западной Украины, а оно касается уже просто персональной идентичности человека. Здесь я хочу сразу для примера сказать, что Борис Херсонский, одесский поэт и психолог, и психиатр известный, и деятель образования, только что мы были с ним вместе в эфире «Свобода», и было включение, где его спросили, как Одесса, что в Одессе, какие общественные настроения, и он ответил, что в Одессе как всегда, ну, конечно, Одесса против Майдана в целом, в своей массе, Евромайдана, да и вообще против Киева, Одесса – вольный город. Ну, он сказал, у нас тут есть, конечно, такая группа интеллигенции, которая поддерживает движение Евромайдан, их называют бандеровцами, но они сами себя тоже собираются и называют бандеровцами, ну, раз нас называют бандеровцами, то и мы себя будем называть бандеровцами, но это такая, как бы сказать, у нас есть такая группа интеллектуальных бандеровц, они сами так себя называют, вот. Таким образом, мы видим, что одесса меньше, чем бандеровцы. Думаю, бандеровцы. Таким образом, возникает новая совершенно перспектива вообще-своупотребления, которое как бы не только существует по отношению к людям, ну, которые, очевидно, являются еврейскими, одесскими интеллигентами, но бандеровцами быть не могут, но они сами принимают в иронической и шутливой форме на себя это обозначение, потому что оно превращается уже в элемент политического языка. Какой бы твой основной вопрос для дискуссии? Да. Значит, и основной вопрос, конечно, этой дискуссии и, собственно говоря, того, к чему мы хотим прийти, может быть, вылетать от размышлений. Тут как бы три вопроса, собственно говоря, которые предлагаются для дальнейшего обдумывания. Первый вопрос, конечно, заключен в том, что, ну, он связан с тревогой. А что будет, если вот эти ранее маргинальные элементы языка, языка, которые не были собраны в определенную жесткую идеологическую конструкцию, если они будут дальше собираться в нее, то встает вопрос, какой... Это вопрос, который задал мне мой старый друг Александр Фурман, и я его хочу адресовать всем и себе тоже. А из какой позиции мы будем иметь дело с этим языком? Мы, каждый из нас, потому что... Встает вопрос, мы что, будем просто наблюдателями этого языка и будем, как Климпер или Лидия Гинсбург, заниматься просто фиксированием в дневнике, в личном дневнике, в расчете на то, что следующее поколение оценят наши усилия, мы понимали, что наступает, но мы могли только так ответить. Или будет какая-то публичная, какая-то публичная работа по деконструкции этого, ну, как его называют, неоимперского, неважно, нео-советского, нео-нацистского, или какого-то совершенно... Надо для него найти новое, конечно, новое обозначение для этого языка. языка, не просто пропагандистского языка Дмитрия Киселева, но и того языка, который поднимается ему встречно снизу, достаточно мощно. Первый вопрос, что, как бы, то есть, как бы, что делать с этим, из стациональной позиции. Второй вопрос заключен вот в чем. Считаем ли мы и думаем ли мы все-таки, а после Крымского кризиса этот вопрос делается неправдно, считаем ли мы, что этот дискусс действительно может сомкнуться с политической волей? Потому что фундаментальным моментом путинского управления всего периода, если брать взаимоотношения идеологии и политики, то фундаментальный был такой момент непосредственно с политической волей и политической логикой руководства страны и окружающих его людей, и политического класса. Идеологическое производство было связано очень слабо. Существовали различные, как вы помните, все формы, там, Изборский клуб, там, Проханов, там, какая-то Академия информационной безопасности, какие-то различные формы производства вот этого вот идеологического комплекса. И, конечно, были основания на него смотреть скептически, но всерьез бояться, значит, его было невозможно, потому что диалог цивилизации проходил на родосе, и, значит, там было оно мог происходить. Дальше вполне успешно, совершенно нигде ни в одном месте шестеренки этого дискурса не зацеплялись реально с экономической и вполне прагматической логикой российского руководства, которое, конечно, ориентировалось, и все это знали хорошо, все на это ориентировались внутренне, оно ориентировалось на экономическую политику, на торговлю, на торг, но ни в коем случае не на военное вторжение, исходя из идеологических соображений. Это второй вопрос, то есть он связан с тем, что а может ли это сомкнуться, и если сомкнется, то как? И, ну, собственно, вопрос понятен. И третий вопрос, этот вопрос о том, что да, понятно, и третий вопрос, мне кажется, здесь, ну, это мой вопрос, а возможно, какие-то еще возникнут вопросы по ходу обсуждения, и третий вопрос, это вопрос о том, что, который меня волнует очень сейчас, то что будет мир делать с этим дискурсом? И будет ли он что-то делать? Отчасти в своей статье про путинский интернационал я так обозначил немножко границы темы для себя, сказав, что я вижу прекрасно широкие мировые круги, общественные круги, которые не в состоянии сопротивляться этому дискурсу, а с другой стороны общественные круги, которые вообще говорят в значительной степени, разделяют такой дискурс. Это дискурс политической воли, войны, это дискурс тоже схватки цивилизаций с другой стороны уже, как бы, и это не только крайне правый или ультраправый дискурс, там, в том числе и дискурс отчасти в эстэдишменте европейском и американском, но это и, собственно говоря, тоже язык современного мира. Я это хочу так обострить и сказать, что завтра или послезавтра про нас, про всех здесь сидящих и про всех наших соотечественников будет сказано, что мы народ, который полностью отвергает международные договоренности, институциональные основы международной политики. Мы превращаемся в Иран, который решил для себя вести священную моральную, может быть, и не моральную войну с остальным миром. Что у нас выросло поколение, которое не знает другой схемы вообще мировой политики, кроме силовой и кроме политики беспощадной борьбы на уничтожение мировых центров. И мы один из таких центров, и мы должны вступить в эту последнюю смертельную схватку и участвовать в ней, независимо от того, «Одержим мы победу или потерпим поражение». По отношению к этому дискурсу, как известно, слова о возможном поражении, предупреждения о том, чем он может кончиться, никогда не действуют, потому что это героический дискурс. Он внутренне, так сказать, ориентирован на досмерть, условно говоря, в каких-то моментах, в высоком своем градусе. И этот дискурс, он, как очевидно, будет развиваться повсеместно, а не только здесь. И встает вопрос, а с какой стороны на него возможен ответ? Не персональный ответ, не личное сопротивление, а глобальный, социальный ответ. Вот такие ужасные вопросы я задаю, такое масштабное, я затеваю размышления. Слушай, можно пару-тройку уточняющих вопросов? А как мы тебя запишем? Откуда ты говоришь? Когда это прекратится? Человек из подпола, он из подбава. Итак, записки из подпольня. Ты описываешь инклюзивный, это тоже неэклистичный язык, который формируется, как бы помимо нас, вне нас. Уточнее, еще вопрос, коммун там лежит? Это что, летучий голландец, который появляется, уходит, появляется речевая? Это первый вопрос. Саша, у тебя есть? Да, и это язык, кроме того, это язык образов, который во многом создается даже не столько пропагандой речевой, сколько теми образами, которые создавались в течение, в общем-то, 20 последних лет. Например, тот же антиукраинизм, он наиболее ярко выступал даже не на телевидении, а в массовом кино, в таких фильмах, как «Матч», «Мы из будущего 2», где как раз были показаны коллаборационисты времен Второй мировой войны в качестве, так сказать, основной угрозы для русского населения. И даже «Брат» и «Брат-2» украинцы покажут определенным причинам. Что в том-то и дело, если проанализировать российское кино последние 20 лет, там именно этот конфликт цивилизации. Русские как правильные и честные парни и украинцы как коллаборационисты. То есть вопрос, насколько этот язык не понятийный, а связанный с теми, тем программированием образов, которое началось даже не припустите, не приедете. И если можно все-таки прояснить, это центральный, как я понимаю, вообще постулат, поскольку он политический, было сказано, что действие, что в данном случае этот язык или этот набор образов является мотивом действия, что как бы странно и требует, и нуждается в доказательстве, потому что это не доказано. Это было, прозвучало как тезис и пока не имеет никаких подтверждений. Но это важный тезис. Важный тезис, я не хотел, чтобы он был пропущен. Но я сначала все-таки для любого слова, в любом упражнении передам немножко словом сначала Василию, потом Сергею. Это не значит, что нужно продолжать то, что я сказал, напрямую отвечать на эти мои вопросы, которые я сформулировал, или даже на Ирина. Мы соберем в конце беседы все в одно целое. Ну, смотрите, каких-то вопросов не стоит, потому что позиция Лидии Гинсбург заложена просто социально, институционально и профессионально. Я наблюдаю и веду дневник. Это основная моя работа, независимо от того, что там происходит. Собственно, это все, что я могу делать. Поэтому в данном случае Ваш вопрос я отвечаю совсем коротко, тем не менее, я буду честно отвечать на все вопросы. Если я что-то забуду, можете мне напомнить. Спасибо Александру, потому что мне кажется, что вот этот последний вопрос, если Вы позволите, я с него и начну говорить. Действительно, речь идет об образах. И вообще, речь идет о людях с богатым воображением, на мой взгляд. Вот, кто это говорит? Это люди с очень богатым воображением. Самые разные. Кстати, воображение, вот я бы расширил этот спектр слов. А вот аншлюз, и там что-то еще, судеты, новая холодная война, которая у нас начинается уже бесконечно, сколько лет. Новая Грымская стена. Грымская война. Грымская война. Грымская предательство. Первая мировая война. Все что угодно. То сказать, сравнение. Все что угодно. Антитеррористическая операция Янковича. Ой, ради Бога. Да, значит, это вопрос следующий. Смотрите, мне очень трудно со всеми этими словами управляться, потому что, на мой взгляд, кстати, вот еще новый комментарий, вот Александр Олегович. Ограниченный контингент. Никакой более, так сказать, более комплиментарной статьи в адрес, так сказать, вокруг послания Путина я не читал, чем ваша статья про новый комментарий. Но это я пользуюсь случаем, вам скажу. Надеюсь, ситуации не линей. Это мне трудно знать, но тем не менее. Дело в том, что это образы, это люди с богатым вопрожем. Они двигают разные эмоции. Кого-то двигают, вот я наблюдал самых разных людей. Помимо тех имперцев, да, вот какой-то имперец, известный в этой аудитории, пишет, что он бы погиб от ядерного взрыва с большим удовольствием, чем бы жил. Ну, есть, как бы, я не знаю, как это комментировать, правда, потому что мне столько лет, сколько ему, ну, что я могу сказать? Ну, я не рыбий мой, он другой веры, поэтому я ничего не могу сказать, но есть там специальные службы, которые в данном случае помогают. Не мой кабинет, это соседний, как бы, через два. Вот, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Есть люди с боли, то, как бы, есть другая, например, ситуация. Я опять, я опишу просто, вот, люди, с которыми я невольно сейчас спорю, да, мой друг, очень искренний человек, не буду, опять же, его называть, да, который, если я перечислю сейчас имена людей, с которыми он работал в 80-е, 90-е, не останется никаких сомнений, что он агент госдепа, яростный демократ, и просто, так сказать, разрушитель всех наших достояний из Советского Союза. Он пишет о пятой колонии, о врагах, либералах, пишет это на одном, так сказать, имперском сайте, да, что я могу, и пишет, кстати, про войну цивилизации, очень активно, и вот этот товарищ Слуцкер, которого упомянули, это тоже примерно, вот, в том же ряду стоит, кстати, у меня сразу вопрос, последнее, с какой стороны, чем закончится это, и что, после вот, этой последней битвы, то что будет? Вот, давайте, вот, я предложу компаративистский фон, более-менее адекватный, который, скажем, сейчас держит в голове американцев, потому что последнее, из тех, что мне удалось прочитать заявление Керри, оно совершенно четко написано, во-первых, а, с этими всеми образами в голове, от которых люди немножко пришли в удивление, с другой стороны, конечно, с длинной телеграммой Кенона, и всеми теми событиями, которые длинной телеграмме Кенона предшествовали, значит, это прежде всего событие второй половины 45-го и 46-го года, когда Сталин, вопреки ялтинским договоренностям, не поспешил вывести войска с севера Ирана, в то время, как англичане это делали, и сложилось волнительное впечатление от того, что есть идея создать большой Азербайджан, после того, как Москва, вопреки, опять же, тем же самым договоренностям, не, наоборот, поддержала греческое восстание, и, так сказать, каким-то образом стимулировала разгорание гражданской войны в Греции, которая была отнесена к зоне Великобритании, и, наконец, проблема проливов, где Москва, пользуясь, кстати, моральным правом, потому что Турция фактически всю Вторую мировую войну провела в обозе фашистской Германии, и только в последние, так сказать, секунду вскочила в антигитлеровскую коалицию, пыталась давить, в общем, с точки зрения понятного интереса, который стоял перед Российской империей несколько столетий, где, или, так сказать, свобода пролива, да, свобода, кстати, это было достигнуто в начале 50-х годов. Вот эти три события были связаны примерно с тем же, с чем связан Кримский кризис, я, кстати, вот еще одно слово, Кримский кризис, который, мне кажется, наиболее адекватным с точки зрения теории истории международных отношений. Вот подобного рода вещи происходили, их предметом было одно, сфера влияния СССР и определение границы этой сферы влияния. Сегодня мы имеем примерно то же самое с некоторыми поправками. Во-первых, это происходит на несколько тысяч километров с северо-восточнее, во-вторых, я здесь рискую подвергнуться критике аудитории, перед которой выступаю, но тем не менее, я скажу то, что я скажу. Позиция России сегодня в большей степени оборонительная, чем наступательная. Не спешите меня сразу за это бить, потому что речь идет о том, что Украина, по крайней мере, в представлениях Российской Федерации, находилась в сфере интересов Российской Федерации. Были артикулированы эти интересы, как хорошо они были артикулированы, это другой вопрос. Но Российская Федерация считала и имела, видимо, на это какие-то основания, в том числе в рамках никаких договоренностей, что это так. События на Украине, которые начались несколько месяцев назад, под этим состоянием подвели черту. И Российская Федерация через Крымский кризис, через свои действия, которые пока не носят характера войны, она пытается удержать какую-то часть в рамках этой сперва линии, совершенно конкретно, своей военной базы на Черном море, и защитить лояльную себе часть населения в этом регионе. Значит, смотрите, при этом Сталин, кстати, во всех трех случаях отступил. Потому что Сталин, как мы к нему не относимся, не будем относиться, один из немногих русских политиков на протяжении столетий, который не действовал так, как вы описали, Александр. Для Сталина было очень важно слово, очевидно, которое абсолютно лежит в основах всей теории международных отношений наших западных партнеров, это слово сила. Есть ли у меня сила, и есть еще один вопрос, сколько силы достаточно. Сталин в 46-м году понимал, что при всем, при том, что у него есть большая армия сухопутная, которая только что одержала очень большую победу, его экономическая устойчивость под вопросом, потому что европейская часть страны разрушена войной, он технологически на один шаг, на один шаг находится позади своего противника, потому что у него еще нет бомбы, но его ученые теоретически за несколько лет могут подойти к разработке этой бомбы, но у него еще ее нет, он на один шаг отстает. Более того, он, в общем, вышел за те рамки, которые были предметом договоренностей, то есть он совершил наступательное действие, а не оборонительное. Он попытался прощупать противника, поскольку все эти договоренности носят всегда условный характер, мы же не знаем, документально ялтинские соглашения нам неизвестны. Он попытался каким-то образом попробовать, так сказать, учитывая криз в Европе, который не снился современной Европе, а Европа тоже лежит в руинах, учитывая изоляционистскую партию в США, почему нет? Но, тем не менее, как только он видит, что с той стороны есть некоторая жесткость, он совершает отступление и он получает таки демилитаризацию проривов и советские так сказать корабли проходят через эту зону даже в самые тяжелые годы Холодной войны, но правда он получает Холодную войну. А сегодня нам пишут в короткой телеграмме Холодной войны не будет, что такое война цивилизации мы вообще не знаем, потому что мы только что добились в этой войне цивилизации самого большого успеха, которого только можно добиться, мы добились заявления президента Ирана. Вот я сегодня дышу гораздо спокойнее по поводу Третьей мировой войны, чем, например, когда я в 2011 году ходил по набережной Хайркон и понимал, что воздух пропитан войной. Мы здесь этого не замечали, потому что, к сожалению, я сейчас, может быть, скажу очень грубую вещь, но мы в этом раскладе современной системы и мировой политики больше походим на Иран 1946 года, чем наоборот. Ну, не в такой степени, конечно, да, потому что у нас все-таки больше силы, у нас осталось много чего еще из того, что, так сказать, вот в рамках этой империи существовало. Теперь вот кто-то говорит, это последний бой. Ну, простите, я сейчас, может быть, проявлю свой имперский шовинизм, но мне кажется, что этот бой состоялся где-то там между 1991 и 1993 годами. Вот для меня лично он состоялся там. А сегодня я существую в той реальности, которая, если этот бой последний, то он закончится ровно так, как его описал мой ровесник, которому почему-то не нравится жизнь в России после 1998 года, где он был вполне, кстати, устроен и востребован. А у меня возникает вопрос, этот последний бой, он, так сказать, чем заканчивается? Да, он заканчивается тем, чем мне бы не хотелось, крайне. И я думаю, что политическое руководство России, ну, есть какой-то, вот еще есть там полсуток, когда я мандражирую, я не буду делать вот, но я надеюсь, да, что слово сила в данном случае услышано и проанализировано. Я надеюсь, что инвентаризация частей российской армии проведена честно и ответственно. Более того, я хочу сказать, что те действия, которые предприняли те люди, которых я не могу назвать российскими военными, потому что на них нет никакой опознавательной формы, выполненные, а, достаточно уверенно, б, кажется, я не военный эксперт, но, по крайней мере, если нет ни одного трупа в такой ситуации и достигнуты, тем не менее, какие-то цели, это говорит о том, что, по крайней мере, мы знаем, где находятся лучшие военные силы той страны, которая их послала. Так сказать, вот, смотрите, поэтому, чем дальше дискурс влез, тем я бы старался избегать образов и фантазий, и тем я бы старался избегать любых крайних разговоров, как о анш-люзе и всем остальном, так и о, так сказать, наоборот, там, решительном бою цивилизации, потому что, что еще важно, вот, в контексте того, что вы сказали, а где запад? Или там, не запад, господи, какой запад? Где вообще люди, которые читали учебник Тима Дана «Теория международных отношений» в Оксфордс Китае? Они в Китае в Индии сидят спокойно, а они говорят «Кто это? Это что? А, где-то? Ну да, но Иран, мы все-таки, вот сейчас снята проблема с Ираном, да, а это что такое? Ну Крым хотят, а нам нужен Крым, подожди, ну что нам нужен Крым, мы будем ради Крыма развязывать тридцатилетнюю войну, хочу сказать, третью мировую, да, ну можно, пусть, ну хорошо, но в конце концов, вы правы, кстати, это нереально, да, потому что в основе лежат две ценностных схемы, с одной стороны, ценностная схема «У меня сердце болит за Крым», но я стер у вас в Фейсбуке это грубое замечание, что хорошо, надо найти в организме те места, которые еще не болят, и радоваться этому, потому что возраст и так далее, завтра будет болеть еще что-то, вот, поэтому, значит, это одна сторона вопроса, она ценностная правда, «У меня сердце болит за Крым», где здесь разговор про интересы, где здесь разговор про силы, как это принято у реалистов, кстати, этот кейс, по-моему, все прочее, меня научил вот этой мудрости консервативных, так сказать, теоретиков реализма и Маргентау, который говорил о том, что мы должны отказываться от моральной риторики, применительных международным отношениям, именно по моральным соображениям, во многом намекая на это, потому что моральная риторика часто скрывает ложь, мы всегда можем быть увлечены в двойных стандартах, мы всегда можем быть увлечены за скрытием какого-то интереса. И с другой стороны, наши танки в Праге и так далее, и так далее, это тоже другая линия обороны, торпедирует, и возникает как бы взаимное, так сказать, торпедирование. Одни говорят, вы агенты, и вы работаете на наших врагов, другие говорят, вы агенты, и вы работаете на наших врагов. И этот разговор закончен. Да, и дальше те люди, которые знают немножко других слов, они говорят, а что это, ну почему, почему мы должны опять слушать этот холлоемис, да, почему мы должны это все слушать, давать им какие-то деньги, они же все время просят еще денег на борьбу с кроваврежем, на этот, они ничего не делают при этом, кроме того, что они, как говорят в Одессе, холлоемисничают, да, они, так сказать, вот занимаются воспроизводством каких-то, и сами себя в этом заводят. Зачем? Они не удосужились за 20 лет прочитать практически ни одной фундаментальной книги по этой теме. Мы им пишем наши телеграммы, наши послания, написанные вот этим языком, которые мы учили в Гарварде и Оксфорде. Мы их приглашали к себе в Гарварде и Оксфорде. Мы им очень... Я, вы знаете, вот самое последнее, что я сейчас скажу, к вопросу о мотивации, которая меня потрясла до глубины души, я думаю, что она лежит во многих, так сказать, подходах к сегодняшнему этому, ну, условно, неоимперскому истерике, да, которую, как мне кажется, те люди, которые принимают решения, ну, должны как-то оставить там, вот, для широких масс, да, но ни в коем случае не на уровне принятия решений. Это то, вот, допустим, говорит лидер демократических сил 90-х годов. Вот когда мы открыли дорогу американцам, когда мы сделали все, чтобы вот скинуть этот советский строй и разоружиться, и распался Советский Союз, а что они нам в ответ? Они не стали нас поддерживать, они, они с нами стали говорить, как только и наступает, и наступает. Послушай, ну, у них так, в их больших книгах написано, они люди книги. Каждый раз, когда они видят что-то. Между прочим, в 80-е годы это уже был кризис, когда вдруг, после всех тех речей, которые говорились, вдруг сбылось предсказание Кеннета Уоллса о том, что число великих сил в мире начнет расти, и в том числе это будет связано с ослаблением двух старых великих сил СССР. И вдруг из-за железного занятости выходит сначала один человек, нам всем известный, который начинает говорить, разводя руками, как примерно сейчас я, а потом за ним подтягиваются люди поменьше, еще поменьше, потом прибегает кто-то еще, и все говорят, такое что, непонятно, они хотят, что придумали русские, где они нас хотят обмануть. Они предлагают нам разрушиться, и сами разрушаются первыми. Так, это у нас называется отсутствие силы, они слабаки. Если они только что были мировым монстром, с которым боролся весь христианский мир, да, вдруг, так сказать, это, ну, давайте наступать, может быть, поищем среди них каких-то людей, которые будут с нами говорить на одном языке. Нет, мы блокируем повсеместно так, чтобы они вот, и все. Понимаете, вот в чем самая страшная перспектива для российского интеллектуала. Это то, что он не хочет принципиально знать языка, на котором говорят его партнеры, не на Западе. Они говорят в том мире, где сегодня есть сила. Они говорят в том мире, где сегодня производятся технологии, а то, как подойти к производству этих технологий, мы уже, мне кажется, немножко дальше на несколько шагов, чем сталинские физики от ядерной бомбы. Хотя им тоже было непросто. и в конечном итоге им помог промышленный шпионаж, как мы знаем, но тем не менее сегодня эта дистанция кажется еще больше, хотя мы все пользуемся очень дорогими, хорошими произведениями. Вот так. Понимаете, мне кажется, не нужно беспокоиться и минимум эмоций, потому что мы стоим на краю пропасти при этом, и так постепенно, постепенно как-то стараться интегрироваться с той частью, которая не в пропасти. Отлично. Спасибо. Спасибо Василию Жаркову. Это очень было интересно. Интересное высказывание с другого правила, и это хорошо, отрасширяясь другого конца горизонта восприятия темы. Это выступление как раз о дискурсе, действительно. Это совершенно в рамках того, что мы и планировали. Вот. Ну, надо тогда передать с другом Сергеем, чтобы... Я бы хотел для начала поставить галочку в вашей завершающей фразе о том, что не надо волноваться, хотя мы стоим на краю пропасти. Это вот надо записать на полях. Это действительно хорошо описывает то, что происходит. Мне бы хотелось ну, такие комментарии в целом к вопросу. Мне бы хотелось отметить, например, как что происходит со словами, потому что, скажем, западные украинцы еще недавно, во всяком случае, никогда бы, ну, кроме националистов, радикалов, не стали бы называть себя бендерцами. Они все-таки называли себя западенцами. По крайней мере, мои знакомые, которые греко-католики и как бы на таком житейском, не политическом бытовом уровне очень вовлечены в эту свою историю называть именно западенцами. При этом, когда, что меня удивило, когда 1 декабря я приехал в Киев и шел мимо палаточного городка, который партия Баткевщины держала на Крещатике, то там висели портреты героев Украины и, естественно, висел портрет Бандеры. Ему было посвящено довольно много текста и было несколько фотографий. То есть на Украине происходит вымывание из этого образа всего, что может ему повредить в дискурсе современного цивилизованного мира и остается исключительно борец за свободу. А все остальное как бы чуть-чуть оттесняется назад как менее значительное. У нас происходит обратная ситуация и это слово становится маркером любых антироссийских сил и, соответственно, наоборот, все, что можно найти в этом образе, в этом историческом персонаже с точки зрения современных представлений негатив, наоборот, выпячивают. То есть получается как бы два разных Бандеры и, соответственно, мы начинаем с украинцами одними и тем же одно и то же понятие понимать по-разному. Происходит такое расхождение. Интересно также то, что, например, если взять комментарий или заявление Валентины Матвиенко в связи с решением Совета Федерации, разрешающим Путина использование войск, там использованы, наверное, все возможные вот эти старые именно советские стереотипы, все эти старые советские фразы. Там, по-моему, позвучало и ограниченный контингент, и братская помощь, и вот все, что можно было сказать. При этом кажется, если я не ошибаюсь, то президент как раз использует в основном фразы типа по помощи гражданам России и что-то такое, то есть такой более, как раз менее обращенный к прошлое и более современный дискурс. Что касается того, что делать. Вот мне кажется, что здесь как раз меняются вещи местами. Вот я, значит, что называется, как директор Сахаровского центра. Вот это риторика правозащитного движения или только прав человека появилась не сама по себе, а исходя из потребностей сделать что-то новое. И когда возникла идея выйти на улицу, на демонстрацию защиты Синявского Даниэля, вот тогда для этой демонстрации, чтобы это не была антисоветская демонстрация, чтобы это не была демонстрация по отвержению режима, но была бы демонстрация защиты писателей. Возник новый понятийный аппарат, который дальше уже стал развиваться. И мне кажется, что сейчас есть как раз именно кризис, именно потому нету новых слов, что нету понимания, что делать. Все крутится вокруг, вот, собственно, как, значит, сначала, по-моему, ровно этот же набор обсуждается и Борисом Акуниным в его, значит, посте, в связи, как жить в полицейском государстве. То же самое, значит, из разных обсуждений с коллегами по коммерческим правозащитным организациям я могу вынести, есть вот две формы, коллективные петиции и публичные акции. Все. Понятно, что это имеет очень ограниченное, очень ограниченное значение. В этом смысле вот это сообщество продолжает, с одной стороны, можно с удовлетворением, так сказать, истории культуролога сказать, что сообщество продолжает традицию еще вот отцов-основателей, но понятно, что в нынешнем не тоталитарном обществе, где нет вот этой задачи быть единственным несогласным среди массы согласных, где эта маргинальная несогласность вполне допускается, с ней определенным образом работают, ее используют, но она реально допускается. Оказывается, что это не вполне работает. и в этом смысле совершенно непонятно, непонятно, что делать. И пока не появится хотя бы какого-то понимания, что делать, то не появится и нового, как мне кажется, не появится нового языка. И тут мы оказываемся уже вот пространство, эти декорации расширяются, и тут действительно значит, важно смотреть на всю ситуацию в целом мировую и шире. И действительно, что поразительно, что наш вот этот имперский дискурс современный, он по-моему весь строится действительно на повторение старых понятий образца 20-30-х и так далее годов. То есть он весь обращен в прошлое. Поэтому мне немножечко странно как раз, я бы не вполне согласился с путинским комментарием, потому что конечно у всякой системы, вот судя по тому, как представляется, как мир строен, всегда конечно появится своя антисистема. И нынешней реальной живой антисистемой современному западному миру, цивилизованному миру, как угодно можно это маркировать, конечно является исламизм. И это дискурс совершенно другой все-таки. Это отчетливо религиозный дискурс другого порядка. А у нас православие, на мой взгляд, к счастью, абсолютно не приспособлено к тому, чтобы быть таким воинственным политическим дискурсом. Оно не дает для этого вообще нужных слов. Соответственно, получается причудливая экологическая смесь из вот этих старых понятий с какими-то странными отсылками к религиозной идентичности. И, соответственно, мы здесь в этом смысле оказываемся на обочине. Мне кажется, что это наша частная история такой фантомной боли, которая уже на некотором... Вот это уже даже не первый приступ, это я согласен, 91-93, а сейчас это уже какое-то по счету эхо, которое, несмотря на такие грозные жесты Дмитрия Киселева на экране вот эти все движения руками, вот это эхо, которое будет затухать и затухать и, возможно, вообще уйдет с этим поколением. Что еще бы хотел отметить, когда я вчера посмотрел записи программу Киселева очередную, и главное, значит, о чем я думал, это о фильме «Хвост виляет собака». Потому что это, конечно, вот абсолютный пример создания искусственной реальности, которая, ну, не в такой степени, как это придумано в кино, но в очень большой степени имеет в действительности мало отношения к тому, что в действительности происходит. То есть это такая продолжающаяся игра с образами, где каждый пытается где наши власти пытаются создать какую-то картинку, которая бы им хотелось, при том, что реальности за этим 20%, 25%. И мне складывается ощущение, что у самих людей, принимающих решения, есть такая раздвоенность, не сказать, шизофрении. С одной стороны, у них очень отточена привычка действовать прагматически и действительно опираться на торговые и прочие интересы. У меня вообще есть такое соображение, что если смотреть в длинной перспективе, то Россия впервые за многие сотни лет превращается мучительно опять из военного государства в торговое. Она не живет расширением и армии, а живет торговлей, до которой она считает возможным каких-то интересов добиваться проявлениями силы. что это скорее матрица Киевской Руси, опять за смешение, чем Московского царства. Это торговля обеспеченной силой. Но есть вот эти смыслы и понятия, которыми человек живет, которые составляют его представления о себе, о мире, и вот они его догоняют. И от них невозможно оторваться, потому что других нет. И в заключение, хотя не очень последовательно получается не очень последовательный рассказ, другая вещь, которая действительно важна и глобальная для правозащитников, отчасти либералов, это действительно глобальный кризис вот этой правовой системы, возникшей после мировой войны, потому что вся идеология современная как она существует, идеология прав человека, к сожалению, очень сильно на нее завязана. И то, что разрушаются эти правовые конструкции, они, к сожалению, разрушают и вот встроенную систему понятий. Непонятно, к чему апеллировать. Апеллируем международного права, оказывается, что оно не до конца работает. Апеллируем к документам ООН, как к некому консенсусным представлением о том, как живет мир, оказывается, что это тоже не работает. И не сейчас. Разговоры в правозащитной среде, разговоры об этом я помню буквально с 2001 года. И они, кстати, эти разговоры были подтолкнуты не столько ухудшением ситуации с демократией права человека в России, сколько башнями близнецами и всмыканием российской террористической риторики с американской антитеррористической риторикой. и поэтому да, вот именно из-за этих глобальной эрозии в систему международного права правозащитники, либералы и так далее, прочие агенты Госдепа, они теряют объективно твердые понятия основания. На выработку новой какой-то системы, в частности, не хватает, в частности, не хватает ресурсов, потому что вот когда сыпется в отношениях, я тут не скажу за политических активистов, это другая жизнь, я не очень хорошо знаю, но когда, не так хорошо знаю, но когда говорят о сообществе правозащитников, сообществе некоммерческих организаций, что вот это не сделано, то не сделано. В действительности продолжается существование в условиях очень жесткой недостатки ресурсов, когда все они уходят на вот какие-то очень конкретные, очень простые действия там. Мониторинг в Течне, и все сидят в Течне и мониторят, и больше уже будет некому заняться ничем. Или вот сейчас происходят какие-то события в Москве, все, кто может что-то сделать, все ходят и фиксируют, сколько человек задержан. Вот, собственно, главное действие, главный проект это ОВД-Инфо. Вот это вот. А когда ты все время занимаешься вот этими очень важными, но сугубо техническими вещами, то, конечно, разработку, концептуальную разработку и начнение, и на чтение в том числе каких-то важных книжек, которые бы, может быть, вообще прояснили как в целом устроен мир, а не только одна его часть. На это просто как бы объективно физически не хватает времени. И вот что дальше делать во всей этой ситуации, во всей этой ситуации, ну, я думаю, да, понимать, что мы находимся в некотором роде на кране и при этом не волноваться. Почему не волноваться? Просто потому, что мы уравновешенные люди. Вы знаете, вы задаете очень, на самом деле, очень противоречивая картина, потому что, с одной стороны, моральная риторика, которая скрывает ложь, с другой стороны, истерика, которая ничего не дает, с третьей стороны, возникновение какого-то причудливого, странного, удивительного, нового делоческого языка, который якобы существует сам по себе и с ним ничего делать, ни относится к реальности. а дальше что? В принципе, вы описали, в общем-то, прежде всего, некую другую систему жанр, что есть некий жанр телевизионный, где главе стоит картинка, есть жанр официального дискурса, есть жанр прагматических интересов и так далее, что есть некая неклагеретность всех этих жанров, которая, в конечном счете, разрушает всю ту мощную поэтику, которая должна была бы за всем этим стоять. Которая должна была политически работать, Саш. И получается, что все эти, что все это выстрелы из пушки по воробьям. Если по-моему, во-первых, очень важную вещь вы сказали две, и я начну с той, которую вы завершили, но отвечу, почему не нужно волноваться, это вопрос физики, потому что, если вы стоите на окраине пропасти и идете по канату, лучше в этот момент держать себя в руках, потому что вы можете сделать неудачное движение, лишнее движение, и тогда это движение вам будет стоить очень дорого, как сказано в одном из документов последних дней. Вы заплатите цену, да, все стоит цену. Это, кстати, одна из максимум современного мира. Но вот то, что вы сказали, я попробовал бы прокомментировать именно с позиции вот такого международного контекста. Дело в том, что действительно, и я, слушая вас, вспоминал лекцию нашего внешнего адвайзера Питера Лоулера, специалистов как раз по международным отношениям, о том, что пись XX века это некая череда волн, связанных с одной стороны с либеральным институциональным оптимизмом после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, после падения Берлинской стены, которая всегда завершалась некоторым отрезвлением, поворотом в сторону реализма на фоне перехода ко Второй мировой войны, на фоне Холодной войны, на фоне Братьев-близнецов и так далее, хотя справедливости ради надо сказать, что все эти волны, как правило, заканчивались усилением международных институтов, сокращением конфликтов и, так сказать, всего, что с этим связано, то есть число жертв, число самих конфликтов, число вовлеченных вооруженных истолковений и так далее, и так далее, но в целом волна такова. Да, и учитывая политическую конвергенцию институционального либерализма и реализма, которая зафиксирована где-то в 90-е годы, мы можем сказать, что это, в общем, двухъядерная система. Когда мы стоим на краю пропасти, наша политика сужается до своей минимальной основы, где лежит в основе уже разговор не о ценностях, а разговор об интересах и силе. Есть у нас силы удержаться? Нет у нас силы удержаться. В чем наш интерес? Вот, это удел реалистов и он абсолютно гуманистический. У нас очень превратно трактуют реализм. Я недавно прочитал это уважаемый мной Денис Викторович Драгунского. Это абсолютно, скажем так, упрощенный подход к реализму, как к подходу, который говорит о том, что у меня сейчас есть сила, вот я и нападу. Ну, надо для начала простейшую операцию сделать, узнать, есть ли у меня сила. Реализм это очень часто фактор сдерживания войны, а не ее начало. И более того, классический либерал это Чемберлин, а классический реалист это Черчилль. Кто из них сделал больше для остановки войны, это вопрос. Но кто сделал для развязывания войны, по-моему, не вопрос. Поэтому эти две сменяющие друг друга стадии, да, сегодня, к сожалению, мы скорее на стадии реализма. Да, на этой стадии реализма происходят некоторые события в мире, вы правильно обратили внимание на то, что радикально исламский фундаментализм сегодня является мировым международным вызовом, и в рамках этого мы видим некоторую новую конфигурацию, которая вот сейчас начинает складываться с двумя силами Саудовской Аравии и Иране, с очевидным, так сказать, отказом Ирана от определенных претензий, но в то же время с некоторым региональным равновешением и так далее. Не будем сейчас это уходить, уводить нас немножко в сторону, хотя это очень важно, мы этот контекст не хотим вообще в принципе одновременно но я думаю, что эту стадию реализма на этапе урегулирования и выхода из конфликтных зон, безусловно, будет сменять больший институционализм, который сегодня технически даже, не говоря уже обо всех остальных составляющих во многом определен, и для него есть все условия, поэтому я бы не, опять же, я бы не сгущал краски, с другой стороны есть второй момент, вот здесь я к нему перейду, он тоже в ваших речах присутствовал, в чем вы сказали, мне кажется, это стоило бы артикулировать в другой наркотике, вот смотрите, вы сказали о повторении форм, которые использовали диссидентским сообществом в 60-е годы, и которые категорически не работают в некой иной реальности, и вот здесь, вы знаете, мне в какой-то момент заказывали довольно много текстов про протесты в России, СССР, и я сейчас хочу поделиться той мыслью, на которую я тогда, так сказать, был наведен, и которая сейчас совершенно четко всплыла у меня опять, потому что, смотрите, когда в 90-е, наконец, стало можно, многие партии в России создавались на уровне декларации, собиралось несколько человек, иногда даже, может быть, в какой-то частной обстановке, принимали резолюцию, устав, избирали руководящие органы, и как бы они совершали деятельность, после чего никакой деятельности в большинстве случаев не происходило, и это касалось всех разнонаправленных организаций. Я думаю, не сочтите это исключительно как ирония. Конечно, советская система правоохранительных органов работала так, что обычно на этой стадии, это была самая дальняя стадия, на которой какая-то деятельность могла вестись. После этого эта организация обычно, так сказать, ликвидировалась. И поэтому, собственно, выросли целое поколение людей, которые считали, чем ликвидировалась, на мой взгляд, в общем, прежде времени, потому что они ничего не сделали, они просто собрались, но у этих людей сложилось ощущение, что, извините, а теперь можно собираться, принимать декларации, выбирать руководящие органы, а дальше то что? А вот дальше возникает мой комментарий, очень важный с точки зрения нашей с вами истории, которую мы сегодня обсуждаем. А мне кажется, что одна из наших трагедий, это без преувеличения, трагедии постсоветского транзита, состоит в том, что в Советском Союзе, как мы знаем, очень малое число людей имело возможность заниматься политикой и понимало смысл того, что называется политика, как полиси, а уж как политикс не понимал этого никто. И в тот момент, когда эти люди были смыты начавшимися преобразованиями и вышедшими из управляемого русла к началу 90-х годов, все эти люди так или иначе вышли вместе со всем своими поколениями. А как аппаратчики и так далее, и так далее, и так далее, независимо, я сейчас не говорю хорошие или плохие, но они более-менее, так сказать, понимали. К сожалению, те люди, которые пришли, имели преимущественно представление о тех или иных идеологических конструкциях, которых они эстетически или по каким-то другим основаниям придерживались. Но скажем, первые глава, первая книга, первый абзац первой книги Аристотеля, и вообще все, что связано с творчеством Аристотеля, оно, конечно, воспринималось как культурный артефакт. Вот есть миф и легенда Древней Греции, есть Аристотель, это примерно одно и то же. Каждый культурный человек должен знать, какое-то имеет отношение к нашим временам. Есть и следующий в связи с этим момент, мы в плане языка, абсолютно. В плане языка мы не восприняли того, что есть политика. Мы не готовы, например, совершенно без кавычек говорить о высшем благе. Политика есть общение ради достижения высшего блага. вот сейчас, если я это произношу без кавычек, то я выгляжу как фрик странный человек городской сумасшедший. Иначе не может быть в том дискурсе, в котором мы оказались последние 20 с лишним лет. Вот где трагедия. И есть при этом люди с разными эстетическими представлениями об идеологических конструкциях, которые воспринимают политику как форму завоевания и удержания власти ради достижения задач своей частной жизни. А мы с вами помним прекрасно, что существует базовое различие между частной жизнью и политикой. И дальше возникает вопрос связанный с тем, как долго мы можем существовать и как долго то высшее благо, которое создано предыдущими поколениями, не обязательно советскими, кстати, мы сможем преобразовывать в чудесные хаты, которые мы наблюдали не так давно в сети и удивляться тому, что в какой-то момент находятся чудовищные отморозки, которые готовы, с нашей точки зрения особенно, если мы находимся в этой позиции, которые готовы сформулировать свое понимание высшего блага и готовы за него умирать и убивать. Ровно эти люди сегодня называются бандеровцами на Украине. Но эти люди сильнее любой другой силы на Украине, потому что они занимаются политикой. Хорошо, мне они не нравятся категорически, мне не нравится Степан Бандер, мне не нравится, что украинские политики говорят о биологических различиях между русскими и украинцами, и Лента Руитт опубликует, как это было с депутатом Арабец, но я вынужден признать по факту, что эти люди политики. А господин Янукович, при всем моем уважении, он скуторянин, он селянин, он хорошо устроил свою хату, и вроде бы все было замечательно до тех пор, пока что-то не произошло. Да, это колоссальный урок, который вообще-то нам еще не поздно избречь. И в конце концов ввести, например, в наш политический дискурс, такое понятие как высшее, а вернуть. Да, и перестать его воспринимать съерничеством, и ставить его в кавычках, и маркировать каждого, кто это произносит, либо как лжеца, либо как сумасшедшего. А начать понимать, что без этого политика и политическое общение, политическая деятельность в принципе невозможна. И это не причуды древних греков, а та реальность, которой существует собственно государство и политика с момента своего возникновения. Вот наверное это тоже большая проблема. Она проблема и для власти, и она проблема для тех, кто находится в оппонировании этой власти. Я хочу вернуться к началу, вот такая моя мысль, потому что все-таки мы потом еще добавим что-то, но я хочу тогда получить вопрос на вот такой окончательной форме на вопрос, ну чтобы он остался в этой беседе. Потому что тут интересные такие обкопанные корни вокруг проблематики текущего политического дискурса, но все-таки вот сначала спрошу Василия, потом Сергея. Значит все-таки развитие различных дискурсивных вот таких форм, как схватка цивилизации или там повреждение культурного кода, например, там звучит, что у нас есть другой культурный код, там другой культурный код. Различные вот эти биологические метафоры, связанные с биохимией, предательством, ну, с биохимией, и так далее, и так далее. Вот они все-таки могут связаться с реальной политикой или с политикой во всяком случае тех групп, которые принимают решения или нет? Вот я имею конкретную ситуацию, не вообще, вообще такое бывало, конечно, но в нашей конкретной ситуации. Вот какой-то ответ вокруг этого. Смотрите, Александр, если мы исходим с того, что пока, к сожалению, всеми этими людьми, рассуждающими о биохимии или о биофизике, или о чем-то еще, или о схватках, схватке цивилизации, кстати, это красиво может звучать, роды цивилизации, потом вот еще вот. Вот. Но вся введа в том, что, в общем-то, до тех пор, пока не будут усвоены этими людьми и возвращены те понятия, которые связаны вот с тем, о чем я только что говорил, служение высшему благу, пониманию собственно месту политики и что это такое и зачем мы в политике. Пока это выглядит так. Есть реактивная группа, которая занимается удержанием власти, которую она понимает как средство обеспечения своей частной жизни. Есть те, от кого надо удержать. Им постоянно бросается что-то, да, так сказать, все, что есть в памяти, в голове. Книжки читать вы правы никому некогда, да, поэтому все, что было в голове от биохимии до советских штампов и заканчивая всем, всем вот все, что есть у средней культурности человека, воспитанного советской школой, да, вот он это все и выкидывает, пытаясь заткнуть эту страшную, голодную, злобную орду, которая пытается вырвать у меня кусок. Да, и пока это удается сделать, а поскольку есть также еще один культурный код, который связан с тем, чтобы нам бы день простоять и ночь продержаться, да, или вот это чудесно, так сказать, да, еще при этом приходят какие-то люди, говорят, государь, крымский хан безобразит, дозволь нам выбить его, так сказать, а в этот момент там все есть Жорж Невославский, как мы понимаем, и он говорит, ну выбейте, но на обратном пути не торопитесь, возьмите еще в Казани, да, вы помните, чудесно, он говорит, в Казани это мы уже взяли, это мы потравили, вот, вот примерно как я бы все за, поэтому, смотрите, я не хочу все свести на уровень шуточек, да, это между прочим, с другой стороны, страховка, вы, Александр, прекрасно помните, и люди вашего, простите, поколения, так сказать, очень любили мне всегда говорить, молодому, такому, так сказать, только обучающимся, ворюгам не милее, чем кровопийцы, да, они это повторяли, именно в контексте, да бог с ним, пусть у него не будет этого представления высшего блага, лишь бы он ради него не хотел убить кого-нибудь и умереть сам, вот этот момент является важным страховочным пунктом, на самом деле, кроме людей, имеющих некоторые проблемы на фоне кризиса среднего возраста или каких-то еще, но здесь есть психологи, есть деньги их оплатить, да, в общем-то, кто бы решил умирать из тех, кто занят частной жизнью активно, ну, не должен, и не должен этого хотеть, да, то есть, сюда, адресуя вопрос, Сергей, а все-таки происходит это или нет, или это некоторая такая конструкция, может быть, что происходит ли там в этом таком новом каком-то евразийском бульоне, формировании вот этой вот какой-то, возможно, новой идеологии, гораздо более активной и перспективной, чем, собственно, ну, та идеология, реальная, которая есть у правящей группы и окружающих ее людей, которые в бизнесе, которая, в общем, носит такой, в кавычках, экономический характер приватный, и эти люди никогда в середине не перейдут и не поддержат, допустим, упование о создании новой какой-то империи всерьез, и могут ли они этим питаться? Вот какой тут ответ? Это смыкается или нет? мне кажется, что в действительности все эти камлани и опыты по созданию этого идеологического евразийского гомункулоса, они вот сейчас и достигли того максимального апогея, которого они могли достигнуть. То есть из этого что-то взято, какие-то блоки, вот так вот использовано, и больше в этом в действительности жизни никакой нет. Тем не менее, так нередко бывает, что слова, которые ты произносишь, они против твоей воли начинают тобой управлять. потому что есть все-таки как раз вот эти совсем архаические представления о том, что там нельзя там отступать, нельзя то, нельзя это, и сказав, получив определенный ответ на свои тезисы, надо как-то на это, надо как-то на это отвечать. И поэтому может оказаться, что вот этот самый человек, который защищал свои частные интересы, вот открывает окно президентского кабинета и начинает стрелять оттуда из автомата. Слава богу, вот там конкретно Янукович почел сбежать, но в принципе я бы мог себе и такой поворот событий тоже представить, потому что когда человек сам себя некоторой риторикой, которую, возможно, он пользуется от отсутствия другой, загоняет в угол, а он легко себя ей загоняет в угол, потому что в действительности она ему не родна, она не живая. Это просто набор действительно блоков, которые бросаются в топку. Человек не останавливается, чтобы подумать, а что он делает и для чего он делает. И не зря вот так много комментариев о том, что есть понимание, что все это тактика, что есть понимание, что мы делаем завтра, но нет абсолютно понимания, что мы делаем послезавтра. И вообще, и вообще ради чего мы в целом все это делаем. Тут я, значит, опять возвращаясь к теме общего блага, должен опять же за конкретно правозащитников заступиться, потому что тут представление именно в общем благе есть, да, в высшем благе. И она очень четко сформулирована. Беда только в том, что, как вполне справедливо писал Бердяев, что либерализм это такая очень формальная идеология, она совсем не может стать религией. раз она совсем не может стать религией, она вот не может воодушевлять, она не может воодушевить Майдан, вот, условно говоря. Или не важно, или армии, которые пойдут на покорение, значит, Мордора или чего-нибудь. И вот здесь есть внутренняя проблема конкретно, вот, конкретно там правозащитного сообщества. И вот эта вот задача, задача построения какой-то более широкой концепции, которая бы была достаточно привлекательна, достаточно понимаема людей, которые не могут оперировать вот такими сложными конструкциями, как мое право, свобода и так далее, она, да, к сожалению, вот за 20 лет, в частности, она была не решена. А та советская закладка, на которой это могло существовать, а конкретно просто память живая, биологическая, память о большом терроре, она ушла. Все, да. Там все фиксировалось, все группы, все группы, которые, все группы, как бы условно, менее, не хочу никого обидеть, да, с меньшим образовательным уровнем, которые вовлекали советское время в правозащитное движение, когда говорилось, что вот московские правозащитники предложили рамку, которую потом восприняли и другие группы, все равно за каждой этой группой стояла своя вот эта, своя вот эта история травмы. За крымскими эзотарами депортация, за прибалтами, украинцами, голодомор, и это было живо, это вот не сейчас голодомор, когда это уже три поколения назад. Это реальные воспоминания. Вот этого нету, соответственно, это формальное представление о бывшем благе, это, к сожалению, ничем не подпитывается. Единственное, тут я теперь обращусь к своему собственному опыту, вот разговора со школьниками, с теми, или с молодыми студентами, с теми, кому сейчас 14-18 лет. Вот действительно, общее рассуждение о правах человека, свободе, человеческом достоинстве, вот это все не работает. Что работает и ставит в тупик, как раз по поводу реализма, это четкое указание на то, что сейчас повторение этого сценария при таком населении, которое есть, такой жизни, которая есть, в таком привычках, определенных, это невозможно. Как только ты начинаешь объяснять, что вот представьте, вот к чему это сейчас приведет, сколько народу пойдет в армию, сколько народу там погибнет. И вот то, что там в 30-е, 40-е это была совершенно одна ситуация, а сейчас у людей другие представления о жизни, о ценности жизни стихии. Вот это единственное, что по моему опыту заставляет задуматься, заставляет задуматься и остановиться. Вот. И ну, в каком-то смысле хочется верить, что люди, как бы принимающие решения, они эти прагматические моменты, такие реалистические моменты, да, тоже понимают, что бабы не нарожают. вот не нарожают, все, вот это не работает, это в Иране нарожают, а в России не нарожают. и, но, еще раз говорю, что к сожалению, и вот почему мы действительно все-таки стоим над пропастью, когда человек сначала произносит громкие заявления, а потом выясняется, что ему, оказывается, надо за них отвечать, а сейчас даже тоже, значит, внесу сюда общую такую банальность из комментариев, а показаться слабым и отступать, это один из главных страхов наших современных властителей, то вот сочетание этих фактов может, как это ни печально, привести к каким-нибудь очень неприятным и очень трагическим ошибкам и случаям. Сейчас я скажу короткое и завершающее слово. После мы остановимся, мы можем продолжить беседу. Значит, я хочу сказать, что я сегодня написал и опубликовал, опубликован на Кольте Ру текст, касающийся как раз содержания этой беседы на одном конкретном примере, он связан с понятием русскоговорящие, русскоязычное. Я в нем в этом тексте показываю, как буквально в наших глазах представление о русском мире, русскоговорящих, превратилось в аналог фолькс-дойча, то есть из культурного единства превратилось в единство по существу в политическую, хотя пока, слава богу, и риторическую фигуру речи. Разумеется, она не может быть сегодня использована так же, как на фолькс-дойч в 30-е годы, но для меня очевидно структурное сходство, внезапное структурное сходство между понятием русскоговорящие или русские Крыма с фолькс-дойчем. И это будет предложено 5 марта, в частности, среди прочего, и в нашем обсуждении с Александром Эткиндом, который у нас будет в гостях, и тех, кто будет участвовать в нашей встрече. Я приглашаю вас участвовать 5 числа, и надеюсь, что и далее мы будем продолжать наше обсуждение современной дискурсивной ситуации в России. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.